МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Новые тарифы для специализированного жилого фонда, развитие сети общественных туалетов, уличное освещение и строительство ФОКа. Все эти темы депутаты обсудили на очередном заседании Думского комитета. Кроме того, народные избранники затронули вопрос с закрытием 2-го КПП. В этом году перестала работать КПП номер 2. Этот небольшой пешеходный пропускной пункт находится в конце Балыково, практически на границе с садоводческим обществом «Мотор», где у горожан есть дачные участки. Решение о закрытии КПП вызвало недовольство садоводов. С этим вопросом они обратились в Городскую думу. Когда закрыли КПП, это было просто школа звонков. Это невозможно было выходить на работе, потому что приходили люди, звонили люди и так далее. У нас на сегодняшний день 1172 человек согласны. Конечно, такой статистики нет, сколько людей, пропускать именно через КПП. Но им пользуются активно, потому что через него проходит не только садовод, у кого нет автомобиля, но и те, у кого и есть. Просто, например, супруг заболеет, супруг работает. Вопрос с КПП-2 возник еще в 2017 году после выхода 646-го постановления правительства, которое предъявляет определенные требования к оборудованию контрольно-пропускных пунктов. Антитеррористическая комиссия Нижегородской области постановила, что объект в Сарове этим требованиям не соответствует. С учетом краткого анализа на сегодняшний день пропускной способности этого КПП, сколько человек там проходит, в руководственном институте просто принято было решение о закрытии данного КПП, потому что там ходит порядка 50 человек, одних и тех же, но в течение недели. От третьего КПП до Дивеева ходит автобус, который проезжает как раз мимо мотора. Но у него есть свой режим, не всегда удобный для садоводов. Плюс по маршруту пускают пазик, который не может вместить всех желающих. А так они свободно просто встали и поехали. С 7 до 22 часов работал КПП, а в седние недели это было, конечно, им удобно. Те, кто даже во вторую там смену работал, мог прибежать из утра. Вообще какое-то депрессивное состояние людей. Они говорят, что о нас никто не заботится, о нас никто не думает, нас бросили и так далее. Слушать приходится очень много. Закрытию КПП депутаты предложили альтернативу проработать вариант с созданием автобусного маршрута, который бы забирал людей по городу и довозил до мотора. Однако его запуск, как пояснили представители администрации, не в полномочиях муниципалитета. Подобным образом организована доставка садоводов в «Зарю», «Золотой корень» и «Надежда». Однако там садоводческие общества сами оплачивают этот автобус на деньги владельцев дачных участков. Давайте сделаем депутатское обращение на имя директора ядерного центра с просьбой привести второй КПП в соответствии с требованиями. Потому что на самом деле им пользуется большое количество людей, и они к этому привыкли. Ситуацию другим путем решить, я думаю, что не получится. Просто нужно принять решение, обеспечить иноземную, привести в соответствии с требованиями. Кроме того, депутаты обсудили создание ФОКа в нашем городе. Пока это вопрос на паузе, хотя есть площадка и проект модульного объекта, как в Ветлуге. Администрация ждет визита министра спорта региона, чтобы поднять эту тему. Депутаты, в свою очередь, решили обратиться к депутату Госдумы Евгению Лебедеву, чтобы он взял строительство ФОКа в Сарове под личный контроль. В Доме молодежи наградили лучших предпринимателей Сарова, участников городского конкурса среди бизнесменов. Он проходил по нескольким номинациям, в том числе лучший стартап, лучший в своем деле и лучший молодой предприниматель. Подробности далее. Руководители фотостудий, клиник, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, основатели салонов красоты и детских клубов. Лучших предпринимателей города чествовали в Доме молодежи. Весь вечер в адрес бизнес-сообщества звучали теплые слова от коллег и представителей администрации. За вами люди, за вами предприятия. От ваших рискованных решений зависит не только ваше будущее, но и семьи, людей, которые вам доверились. Особое уважение у меня вызывают те, кто с достоинством отвечает за своих людей, понимает, ведет их в правильную сторону, а также берет на себя ответственность за определенное развитие города. Вы делаете очень большую работу, и она видна. Благодарственными письмами отметили меценатов и благотворителей, которые внесли весомый вклад в развитие города. Конкурс «Лучай предприниматель» проходил в два этапа. В первом победители определяли путем народного голосования. В этом году проголосовавших было в два раза больше. Около полутора тысяч сыровчан приняли участие в опросе. На следующем этапе лучших из лучших определял уже экспертный совет. Причем он мог выбрать как из числа тех, кто выдвинут по номинациям, так и из числа предпринимателей, которых выдвинули сами эксперты. Очень сложно. На самом деле все предприниматели достойны, все участники достойны. И нам, как Центр поддержки предпринимательства, сложно. Мы болели за каждого участника. Нельзя сказать, что у нас были фавориты. Просто действительно каждый достойный. Предприниматель – это человек, который всего себя вкладывает в развитие любимого дела. Поэтому невозможно просто так определить, кто лучше, кто хуже. Победители выбирали по восьми номинациям, четыре из которых были новыми. Социальная ответственность – лучше молодой предприниматель, лучше в своем деле и достояние Сарова. Вне конкурса саровчане сами предлагали кандидатуры для номинации «Народный предприниматель». Победу в ней одержал Павел Жиганов. Основатель мобильной кофейни – «Ароматная чашка». Секретом своего успеха он поделился с нашей съемочной группой. Ну, во-первых, самому нужно любить кофе. Во-вторых, нужно к этому подходить профессионально, изучать матчасть, как это правильно говорится, и требовать от этого же от своих сотрудников. Нас знают не только в городе, но и в области, и в республике Мордовия. Наша стационарная кофейня работает четыре года, и мы ни с кем не соревнуемся, мы просто хорошо и качественно делаем свои дела. Для гостей праздника организаторы подготовили яркую и насыщенную концертную программу. Делать майские праздники такими же длинными и непрерывными, как новогодние каникулы, не планируется. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков. Слухи о продлении майских праздников проходят уже несколько лет. Теперь в этом вопросе поставили точку. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Количество бюджетных мест в магистратуре по приоритетным направлениям научно-технологического развития увеличится в российских вузах в этом году. Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 30 тысяч дополнительных мест по программам магистратуры. Речь идет о направлениях подготовки, связанных с изучением математики, химии, биологии, генетики, информационных технологий, строительства, сельского хозяйства и другим приоритетным направлениям. Это решение откроет больше возможностей для молодых специалистов продолжить обучение в магистратуре и позволит обеспечить российские предприятия высококвалифицированными кадрами. Сердечно-сосудистые заболевания выявляют у 70% пациентов, переболевших коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, это данные углубленной диспансеризации, которая проводится среди населения. Всего в прошлом году углубленную диспансеризацию прошли 2 миллиона россиян. Из бюджета на нее было выделено почти 6 миллиардов рублей. В этом году затраты увеличены. В Сарове записаться на диспансеризацию можно на портале пациента КБ номер 50. Приют для кошек Мордом нуждается в помощи. Сейчас в нем живут 128 животных. Корма для них не хватает. Кроме того, недавно в приют подкинули подсосных котят. Им необходимы молочные смеси. Некоторым взрослым обитателям нужны дорогостоящие лекарства и операции. Принести пожертвования и вещи можно в ветеринарную клинику на Зерново 65. Подробности можно узнать в группе Мордома ВКонтакте или по телефону Саров присоединился к акции эстафета «Флага России» в Нижегородской области. Она проходит под девизом «Мы едины» и объединяет все муниципалитеты региона. Эстафета «Флага» – ключевое событие праздничных мероприятий ко Дню России. Государственный символ проедет по значимым местам городов Нижегородской области. В передаче «Флага» в Сарове приняли участие известные спортсмены и общественные деятели, в том числе волонтер всемирнолетней универсиады 2013 года и универсиады 2019 года Елена Севцова. Впечатления, конечно, интересные. Сразу же в душе взбудоражились воспоминания от того, как несла факел универсиады Красноярской, которая была в 2019 году. Интересные ощущения, конечно, если бы не ветер и не сносящий меня, как лодку с парусом, было бы, наверное, еще более интересно. Очень радует, что подобные интересные мероприятия появляются с каждым годом, все больше и больше. Акция проходит под эгидой Всероссийского молодежного движения «Волонтеры Победы». Она продлится до 12 июня и завершится поднятием флага на Дне России в Нижнем Новгороде. 9 июня в мире отмечают День друзей. Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Этот праздник – прекрасный повод наполнить своему другу, как он вам важен и дорог. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Старый друг лучше новых двух. Наверное, многие могут вспомнить и еще несколько пословиц и поговорок про друзей. Во все времена люди почитали дружбу величайшей ценностью. Поэтому и неудивительно, что во многих странах мира есть и праздники, посвященные дружбе. Один из них – это Международный день друзей, который ежегодно отмечается 9 июня. В этот день во многих пришкольных и образовательных лагерях Сарова прошли тематические часы, на которых дети поговорили о том, что же такое настоящая дружба. У меня есть друзья и в школе, и в молодежном центре. У меня очень много друзей. И все верные. Друг – это тот человек, которому ты доверяешь, который не бросит тебя в беде. У меня их очень много и в школе, и в молодежном центре, и во дворе. Очень много их. У меня друзья верные, которые всегда поймут, любят веселиться, понимают. У меня всех, понимают. Еще они никогда не бросят себя, никогда тебя никому не отдадут. Ты человек, который помогает в нужных ситуациях, и он никогда тебя в нужных ситуациях не бросят. Расскажи про своих друзей, какие они у тебя. Ну, хорошие, никогда не бросят в беде. Здесь можно со многими познакомиться, завести новую дружбу, найти новых друзей. Для меня настоящая дружба – это поддержка с моей стороны и со стороны друга. Какой должен быть настоящий друг? Какими качествами он должен обладать? Настоящий друг должен быть ответственным, должен помогать своему другу, потому что дружба – это помощь друзьям. Настоящая дружба – это для меня тогда, когда меня мои друзья любят. И когда, если я, допустим, попал в какую-то беду, они меня выручают. А если они попали в какую-то беду, я их выручаю. Хотя история и умалчивает о том, кем и когда был учрежден этот неофициальный праздник, это не лишает его популярности. Возможно, этот день для кого-то станет отличным поводом, чтобы даже спустя какое-то время позвонить или написать старым, добрым друзьям. А потом и всем вместе собраться дружной компанией. Легкоатлетка спортивной школы «Кар» Мария Девяткина показала свою силу и скорость на чемпионате в первенстве Приволжского федерального округа. Соревнования по легкой атлетике прошли в Чебоксарах. На них приняли участие более 800 атлетов из 14 регионов Поволжья. Более 800 атлетов из 14 регионов Поволжья продемонстрировали свою силу и скорость в гонке за золото на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по легкой атлетике в Чебоксарах. На соревнованиях были разные дистанции – от 200 метров до 3 километров, а также различные дисциплины – метания, прыжки, пробеги и кроссы. Легкоатлетка спортивной школы «Кар» Мария Девяткина дважды поднялась на верхнюю ступень педестала почета, став лучшей на дистанциях 200 и 400 метров, и привезла в Саров две золотые медали. Я выходила на старт в качестве контрольной тренировки. Мы с тренером не задумывали вообще насчет места. Нам было главное показать время, на которое я сейчас готова. И я очень ему благодарна, что я в этом сезоне уже начинаю показывать относительно хорошее время. Сейчас подобного рода забеги для Марии – это способ проверить свои силы и возможности, подобрать нужные технику и тактику, а также посоревноваться с другими сильными спортсменами перед главным стартом – первенством в России по легкой атлетике. Соревнование для Марии – самая лучшая тренировка, которую выявляют ее сильные и слабые стороны. В 54.98 я пробежала. Я просто уже как года три не могла выбежать из 55 секунд, а в этом году я наконец-то уже два старта подряд слышу эти заветные 54 секунды. И это все благодаря моему тренеру Алексею Юрьевичу Колганову. Он делает очень правильный план, очень хорошо подводит к стартам и, соответственно, моральная поддержка от него тоже большую роль играет. За годы спортивной деятельности Мария стала более спокойно относиться к победам и медалям. Сейчас она не гонится за местом. Главное для нее – обогнать себя и показать результаты лучше своих предыдущих. Безусловно, каждая медаль важна, но сейчас уже просто тот возраст, что медали, они как приятные бонусы тут. Главное – время. То есть можно занять пятое, шестое, седьмое даже место, но если время – такое самое-самое лучшее, личный результат ты установишь, то это на самом деле даже намного приятнее, чем победить с результатом, пробежав по первому взрослому. Сейчас Мария Девяткина готовится к первенству России по легкой атлетике, которая пройдет в июле в Казани. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова